Здравствуйте, уважаемые коллеги! К нам иногда обращаются с просьбой некоторые коллеги, некоторые учебные заведения, о том, как создать простейшие электронные курсы в среде модул. Вот мы сейчас видим 8 пунктов, часто задаваемые просьбы, и я решил сделать открытое занятие, чтобы показать основы по созданию онлайн-курса, и как его можно применять с использованием электронной библиотечной системы. Для многих это важно начать с чего-то простого. Вот мы и решим сегодня эту простейшую задачу. Научимся решать простейшие задачи, потом можно переходить к более сложным. Итак, как преподавателю, в нашем случае, зарегистрированному в системе EBS, войти в Moodle, систему дистанционного обучения. Она же и система поддержки обычного традиционного обучения с применением электронных, дистанционных, образовательных технологий. Для этого необходимо войти в университетскую библиотеку онлайн библиоклуб.ру и нажать ссылочку «Вход». У каждого пользователя EBS имеется свой логин и пароль. Если вы его забыли, его можно восстановить. Итак, мы входим. Как только мы вошли в EBS, появляется в том числе ссылочка «Курсы». Это и есть вход в систему Moodle. Вы автоматически в нее попали. Первый вопрос решен. Хочу обратить ваше внимание, что как только вы хотя бы один раз войдете под своим логином паролем сюда, вы тот же самый логин и пароль можете нажимать, просто нажав ссылочку «Вход» по адресу lmsbiblioclub.ru нажимая ссылочку «Вход» и вводя тот же самый логин и пароль, вы сможете входить в Moodle беспрепятственно. Следующий вопрос. Переход на страницу создания собственного курса. Как его создать? Наиболее простой способ – это подвести мышку к меню преподавания, а там есть под меню «Запрос на создание курса». Мы решили упростить, и здесь можно вот так вот создать. Нажимаете «Запрос на создание курса» и появляется вот такая вот небольшая анкета, в которой обязательные поля отмечены в такой красной звездочке. Заполните поле. И вы начинаете их заполнять. Например, вы ведете предмет «Экономика» или «Философия» и так далее. Обратим внимание, что таких предметов может быть много, поэтому поле должно быть уникальным. «Экономика». Я рекомендую вам здесь написать свою фамилию и инициалы. Ну, например, «Белоножкин». «ЮМ». Потому что этот же предмет может быть и у других преподавателей. Далее рекомендую выделить и вставить, чтобы сэкономить время. В поле «Описание» вы можете написать «Курс предназначен для поддержки обучения студентов и любой свободный текст». Причину создания курса вы можете написать также в свободной форме для обучения моих студентов. Это поле является служебным. Оно будет видно только администратору. Как только вы нажмете на ссылочку «Отправить запрос на создание курса», тут же администратору системы, в данном случае это я, Юрий Николаевич Белоножкин, получу такое вот уведомление по почте, что был запрошен. Я смотрю, что все поля заполнены и нажимаю «Одобрение». Если какие-то поля не заполнены, я сообщу «Отклонение». Но это бывает крайне редко. Я нажимаю ссылочку «Одобрить». Как только я это сделаю, вы, как заказчик курса, на почту вам придет письмо вот такого содержания, в котором будет уведомление, что ваш запрос был принят. И вы можете прямо из почты входить по этой ссылке. со своей стороны, я смотрю правильность, могу запретить гостевой доступ. Обычно я запрещаю, чтобы никто, кроме вас, не видел до тех пор, пока ваш курс не будет полностью готов. Если я не поставлю такую галочку, то тогда все будут следить ваш курс, кто захочет. Поэтому я стараюсь всегда гостевой доступ запрещать. Думаю, вы понимаете, что это логично. И нажимаю «Сохранить». Все, ваш курс готов. Вот он, ваш курс готов. В него также можно войти прямо из письма. Вот он, ваш курс готов. Он сейчас пуст. Но у вас, как у преподавателя, есть очень важная кнопка «Режим редактирования». Нажав на которую, вы сможете редактировать все, что есть в этом курсе. переименовывать темы или называть их по-своему. Например, это не тема один, а методические материалы. Или учебные материалы. Вот так. Галочку эту снять. Она нам не нужна. И нажать «Сохранить». В этом случае студенты увидят вот такой вот подзаголовок учебные материалы. И сразу обратим внимание, что на восьмой форум у вас уже создан. Это очень важный момент. Он будет связан с пунктом номер восемь. Возможность получения обратной связи студент-преподаватель. Итак, курс создан. теперь четвертый пункт создания ссылок на контент электронной библиотечной системы. Поскольку контент размещен в электронной библиотечной системе, вы входите саму университетскую библиотеку онлайн. Вот в этой вкладке университетская библиотека онлайн здесь ваш курс. То есть надо уметь работать с вкладками в браузере. Браузер это программа для просмотра страниц и сайтов. например в этой системе вас интересует учебник экономика. Вы его находите имеется богатый выбор различных учебников например вы считаете целесообразным использовать вот этот учебник. вот он есть вам как клиенту МБС он полностью доступен у вас есть ссылочка читать открываете его в режиме чтения и тут есть очень важная кнопка получить код вставки. Мы не программисты как правило я покажу вам как легко без знания программирования вставить этот учебник из ЭБС в систему Moodle. Нажимаете на эту кнопочку получить код вставки автоматический диапазон страниц максимальный хотя вы можете его установить выборочным на свой это чуть более сложный вариант допустим вы хотите полностью учебник вставить причем он оставляется полностью только в нашу LMS систему Moodle нажимаете подтверждают и появляется вот такое окно и тут есть два варианта или вы вставляете его в свой курс как страницу или вставляете его как ссылку вот это вот ссылка если вы скопируете и вставите его в свой курс он будет открываться ВБС я рассматриваю чуть-чуть более сложный вариант но по-моему самый интересный когда в самом курсе появляется учебник что надо сделать надо выделить вот этот вот код скопировать его например правой кнопкой MESH и вернуться на вкладку со своим курсом далее вы размещаете этот учебник например вы хотите разместить его именно здесь в учебных материалах и именно здесь вы нажимаете ссылочку добавить элемент или ресурс вот именно там где вы размещаете этот учебник хотя можно его разместить в другом месте вверху в другом разделе мы допустим принимаем решение тут добавить элемент или ресурс появляются многочисленные варианты ресурсов нас интересует страница страница судя из подсказки позволяет что-то смотреть что-то читать что-то видеть вот мы добавляем такую страницу как только мы это сделаем нам будет предложено дать название этой страницы то что увидит студент например это учебник можно конечно там более подробно написать автора название я сделаю пока коротко описание не обязательно и вот чуть-чуть ниже содержание страницы мы напоминаю не программисты на самые простейшие знания работы с fm мы просто умеем пользоваться кнопочкой в данном случае кнопочка редактировать html код здесь нужно просто вставить тот код который мы скопировали вот этот код мы скопировали из ebs вот он скопировали и мы сюда его вставили нажимаем просто обновить и задача со вставкой учебника почти решена вот он наш учебник есть и нам осталось только его сохранить сохранить показать это увидеть сохранить и вернуться к курсу это вернуться в курс и вот мы видим что этот учебник создан теперь студент увидит этот учебник если он нажмет по этой ссылочке то появится окно в котором весь этот учебник будет его можно развернуть во весь экран можно размеры окна изменить и вот этот учебник у нас есть все и можно пользоваться его можно увеличить и так задача со вставкой учебника решена закрываем эту страницу идем далее курс создан ссылка на контент mbs выполнена пятый пункт загрузка и сохранение собственных файлов это самый легкий вид деятельности преподавателя самый удобный посмотрим как он делается на страничке курса в режиме редактирования обратите внимание мы сейчас в режиме редактирования он есть только у преподавателя мы хотим разместить некий файл самый лучший способ это сделать с помощью проводника компьютера вот я сейчас открыл свои некие файлы не обращайте внимания на название файлов обратите внимание на технологию если я левой кнопкой мыши нажму и начну перетаскивать появится такая пунктирная линия я отпускаю и мой учебник разместился там где я его решил разместить вот он загружается все он размещен еще обратите внимание я по ошибке разместил его не там где надо в режиме редактирования есть вот такая вот возможность переместить методом перетаскивания я перетащил свой файл в нужное место если захочу его удалить допустим это по ошибке есть кнопочка редактировать я могу его удалить также мы я могу его скрыть будет видеть только преподавателя студенты не будут видеть иногда это тоже важно вот мы решили такую задачу можно переместить группу файлов обратите внимание из проводника компьютера я выбираю один файл нажимаю клавишу control или ctrl и не отпуская ее кликаю на несколько файлов я выделил несколько файлов и сейчас я их беру и методом перетаскивания все три файла размещаю на сервере в своем курсе вот эти файлы размещены и студент может их сразу открыть и прочитать что удобно он даже может его читать без скачивания прямо веб браузере еще одна задача решена идем далее прикрепление созданного курса конкретным или конкретной группе группам студентов уважаемые коллеги от вас требуется только выслать нам список этих студентов с указанием какой предмет их нужно закрепить и мы это сделаем от вас только требуется список студентов в этом списке вы можете указать фамилию имя отчество после того как седьмой пункт студент зайдет в б с под своим логином паралем уже знаете как это делается в б с он нажимает также на ссылку курс и попадает в мудл и в меню мои курсы увидит доступ только к тем предметам которые вы определите в своей заявке от вашего учебного заведения то есть все очень просто и наконец последний вопрос возможность получения обратной связи студент преподавателей для этого в системе мудл имеются многочисленные возможности начнем с первой в новостном форуме преподаватель может оповестить через добавление новой темы всей группе закрепленных за этим предметом студентов он пишет указание название темы например приступить к написанию контрольной работы поле сообщения он подробно расписывает что необходимо ему сообщить и что им нужно прочитать я не буду сейчас это расписывать это свободное поле к этому сообщению он может приложить файл мы знаем как это делается например перетаскиванием из проводника какого-то файла вот допустим вот такой файл и далее нажимает на кнопочку отправить форум если он нажмет галочку разослать немедленно значит это сообщение в течение быстрого времени им разошлется на их электронные почтовые адреса обычно мы рекомендуем этого не делать поскольку желательно в течение 15 минут убедиться что вы все правильно написали если у вас есть какая-то опечатка какая-то неточность вот мы допустим хотим отредактировать вот этот вот текст вы нажимаете кнопочку редактировать через 15 минут эта кнопочка исчезнет также обратим внимание что в письме студенты получат ссылку на это ваше сообщение в этом форуме и у них есть кнопочка ответить вот обратная связь входя в этот форум они могут отвечать а на самом деле задавать вопросы в этом ответе прошу уточнить и пишет студент свой текст что он просит уточнить как только он нажмет кнопочку отправить вся группа получит это сообщение соответственно не буду сейчас это делать ответив этому студенту вы ответите всей группе также обратите внимание что ответ студента будет размещен под вашим сообщением может быть поначалу так кажется сложным на самом деле вы быстро научитесь работать с таким форумом студенты смогут вам писать какие-то вопросы вы сможете им отвечать и этот ответ будет приходить именно вашим студентам по вашему предмету посмотрим также на вот это меню название предмета это ссылка вот пришли в этот предмет этот предмет находится соответствующие категории также обратим внимание что по умолчанию первоначально курсы находятся в разработке однако после того как ваш курс будет подготовлен мы можем переместить по вашей заявке вот преподавателя этот курс ваш бус ваше учебное заведение из разработки ваше заведение если у вас будут возникать вопросы при работе с сайтом обратите внимание на вот этот бэджик вот эту вкладочку тех поддержкой консультации в которой вы можете написать сообщение руководителя учебного портала в этом сообщении обязательно необходимо представиться написать имя свое с отчеством фамилию имя отчество Иванов Иван Иванович обязательно адрес электронной почты иначе вы не сможете отправить сообщение например вот такое я ввожу адрес и после этого отправить сообщение обычно то вопросы когда вы нажмете на кнопочку нажать чат я моментально увижу такое сообщение и я смогу вам ответить я прочитаю ваш вопрос и смогу ответить на ваш вопрос как только я написал вам сообщение мое сообщение сразу же появится у вас на экране вот так вот мы можем с вами общаться по всем неясным вопросам чаще всего забывают логин и параллель не знают куда входить или не знают как выполнить ту или иную операцию я вам буду помогать если меня нету компьютера я тоже иногда бываю на лекциях на конференциях ваше сообщение придет мне на электронную почту и я вам отвечу на вашу электронную почту вот пожалуй все то есть у нас есть возможность запрашивать курсы у нас есть возможность вести переписку студентами через на 8 форум получать от них вопросы у нас есть возможность размещать учебники из эбс у нас есть возможность размещать файлы еще раз обращаю внимание самый простой способ перетаскивания или драгон дрог и так и так мы на все вопросы ответили подводя итог нашему такому простейшему обучающему курсу мы можем сделать вывод что каждый преподаватель может создать простейший электронный курс назвать его обучающим еще рановато но назвать его системой поддержки обучения мы уже можем мы не рассматриваем вопросы как проводить тестирование какие-то еще другие виды деятельности но хотя бы вот этот вот начальный объем знаний я надеюсь вам поможет чтобы почувствовать для себя личную пользу и для себя и для студентов вот эти вот файлы методические указания очень нужны студентам не только заложникам но и лошникам спасибо за ваш вопрос буду рад если вот этот мой краткий вводный курс создания простейших электронных средств поддержки обучения будет для вас полезен всего доброго до свидания до свидания